Здравствуйте! На телеканале Кубань24 продолжается тема дня, принять участие в которой можете и вы. Мы ждем ваши вопросы и комментарии в наш WhatsApp номер 8 918 120 60 00. В России может появиться должность уполномоченных по защите прав пассажиров. Также предлагается создать штабы по контролю за работой общественного транспорта при главах регионов. По мнению авторов инициатива, это общероссийское объединение пассажиров. Кроме того, необходимо создать телефонную линию и почту, куда пассажиры смогут отправлять жалобы. Общественникам предлагается дать полномочия по выявлению случаев закрытия маршрутов общественного транспорта и возможности восстановления их работы. Это еще не все. Общероссийское объединение пассажиров выступило с идеей вести черные списки дебоширов на железной дороге и в автобусах дальнего следования. Эти и другие инициативы, а также проблемы пассажиров обсудим с нашим экспертом. У нас в студии Илья Зотов, заместитель председателя общероссийского объединения пассажиров, член общественного совета федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Илья, здравствуйте. Спасибо огромное, что к нам пришли. Доброго дня. Так много инициатив. Связано это с тем, что хотя бы какая-нибудь из них будет реализована? Или действительно накопилось такое огромное количество проблем, которые нужно срочно решать? Все инициативы у нас рождаются через обращение людей. Люди обращаются, мы смотрим, как те или иные проблемы решаются, видим какие-то несостыковки в законодательстве и предлагаем конкретные решения. Долгое время все законы принимались и вообще сфера транспорта развивалась только в интересах перевозчиков. И никто никогда не думал, что транспорт действует для пассажиров. Но сейчас мы поняли, что эту тему надо как-то решать, коренным образом эту тему перекладывать. И мы уверены, что транспорт развивается для пассажиров, будет еще более эффективным, безопасным и так далее и тому подобное. И как раз мы озвучим те темы, которые интересны людям. Мы не озвучим темы, которые интересны транспортным компаниям. Задача наша сделать транспорт удобным, сделать его мобильным. Мы видим уже сейчас, какие проблемы транспорта есть в Краснодаре. И уже сегодня есть ряд предложений и замечаний нам, в том числе от пассажиров. Поэтому мы уже сегодня готовы запустить горячую, так сказать, электронную почту, куда любой пассажир вне зависимости едет, он на троллейбусе, на самолете, может отправлять свое предложение. Почта достаточно простая. О-пассенджерс собака. Это уже Краснодарский край. Это уже почта действует для всех пассажиров России. Куда люди могут обращаться. И ответы на эти обращения будут приниматься не в течение 30 дней. Мы категорически против этого. Потому что иногда какая-то проблема возникает. Ее нужно решить в считанные дни. Люди остаются без транспорта. Перевозчик не смог поехать. Конечно, такую ситуацию нужно вмешаться самым быстрым образом. И как раз вот эта оперативность через общественный механизм способна стать помощником Министерства транспорта, которые мы считаем, что хотят сделать транспорт лучше, мы как раз этим и занимаемся. Действия с существующими способами, которые уже есть, нельзя решать эти проблемы. Нужны обязательно, чтобы появлялись новые штабы, чтобы появлялись эти уполномоченные. То есть нужны же какие-то новые еще моменты. Сейчас просто многие люди не разграничат государственные контроли, общественные. То есть есть масса ведомств, которые занимаются контролем постоянным. Но как мы видим по ситуации в Кемерово, как мы видим по ситуации с загоревшимся автобусом в Санкт-Петербурге, когда дети находились, это в январе была история, значит кто-то что-то не досматривает. И как раз общественный, беспристрастный абсолютно совет может дать обратную связь. И обратная связь это будет именно оперативная, понятная. У нас нет задачи что-то сделать для какой-то галочки, для каких-то отчетов. Мы в той же мере помогаем перевозчикам стать еще лучше, откликнуться на какие-то проблемы. И мы видим, что пассажиры недовольны транспортом, поэтому они уходят на какие-то иные, в том числе нелегальных перевозчиков. Конечно, мы прежде всего заинтересованы, чтобы люди пользовались легальным транспортом, потому что его можно проверить и обеспечить безопасность всех пассажиров. Во-первых, хватит ли общественников, которые будут следить за порядком? Очень много. Главное здесь не просто общественников, а общественники, которые в этой теме разбираются профессионально. Которые понимают, что такое транспорт, зачем он действует и какое значение на экономику он влияет. То есть повышение мобильности пассажиров, это прежде всего и увеличение доходов в бюджет. Люди будут больше ездить в магазины, больше делать покупок, в рестораны больше есть, конечно. И если пассажиры уйдут на общественный транспорт, конечно и город разгрузится, если в частности. Вы знаете, я в ресторане на общественном транспорте... А почему бы и нет? Ну, в принципе, да. Второй момент. Так ли будут рады перевозчики? Это наверняка будут какие-то невыгодные для них предложения по изношенному транспорту, по изменению маршрута, по прочим, прочим, прочим моментам. Конечно, перевозчики этому не особо рады, но важно понимать, для кого они работают. Президент нашей страны неоднократно озвучил, что пассажиры это главный вообще приоритет работы транспорта. Поэтому перевозчикам придется на это идти и соглашаться, иначе пассажиры будут просто игнорировать какой-то вид транспорта или какого-то перевозчика условного. Как мы видим, такое же игнорирование было в сорно-торговых центрах. Допустим, в Москве вот эта акция большая была. Примерно такие же вещи возможны и с транспортом. Здесь важно таких вещей не допускать, именно вовремя реагировать на какие-то возникающие проблемы. Давайте конкретные проблемы разберем. Сегодня наш корреспондент вышел на три локации в городе Краснодаре. Это автовокзал, ЖД вокзал и на трамвайную остановку. И спросил, что не нравится пассажирам, какие проблемы их беспокоят. Давайте посмотрим, что получилось. Я часто езжу с Ростова в Краснодар, и вот эта вот бюджетная электричка продает билеты на неограниченное количество мест. То есть, например, если Ласточка купил билет, ты знаешь, что ты сядешь на это место. А вот в тех электричках наоборот. Пришел, все заняли и ты стоишь. Да, все хорошо. Замечательно даже. На данный момент меня все устраивает, потому что я захотел купить билет на завтрашний день с Москвы в Петрозаводск, и я его приобрел. Ну, допустим, очереди большие. Вот эти проверки при входе к вокзалу опять-таки. То банкоматы не работают. Ну, оставлять желать лучше. Беру все нормально, так мне все нормально. Не нравится, как же ты ездишь? Ничего, хорошо, все нормально. Я вот езжу часто, хорошо. Сложное расписание. Ну, в смысле, не всегда удобное, потому что нужно подстраиваться поток, когда идет поезд, либо когда идет автобус. В то время, как на том же Плаблакаре можно договориться на любое время суток, когда это более-менее удобно. Ну, чтобы поновее были. Потому что они все старенькие, в них зимой холодно, а летом жарко. Я с Армавира приехала, прекрасно, на автобусе экспресс. Доехал хорошо, но по Краснодару, не дай бог, как тут добираться у вас. Ужас. Скажите, пожалуйста, что вас не тратят, как пассажира? Не пожили, не водить. Ну, видите, большинства проблем, конечно, нет. Тем не менее, кажется, два озвученных, очень важных момента. Это изношенный уже общественный транспорт и расписание. Давайте сначала поговорим про, насколько у нас новые трамваи, троллеймерские вагоны. Если говорить про изношенность в целом транспорта, на самом деле от региона к региону разные. Но изношенность транспорта в муниципалитетах, именно в муниципальных районах, там достигает автобусы, работают до 30 лет, даже иногда и больше. И они, можно так сказать, дышат наладо, и еле-еле работают. Поэтому мы прогнозируем то, что в ближайшее время может такая возникнуть ситуация, что транспорт в некоторых регионах просто остановится. Не будет исправного транспортных средств, поэтому пассажиры останутся в неком вакууме. И поэтому сейчас свыше 60% изношенность составляет по стране, в поездах это там где-то тоже порядка 60%. И как раз будет сейчас в ближайшее время принят комплекс мер по замене транспорта. Если мы говорим про школьные автобусы, эта программа действует постоянно, они меняют и обновляют. То есть в Краснодаре буквально за пару лет было закуплено 250 автобусов для школ. И мы видим, что проблему нужно решать. Но здесь важно понимать, какие перевозчики есть. Если государственный приобретает за бюджет, то, соответственно, для перевозчиков, для частных необходимо создать условия для закупки этих транспортных средств. Этих условий на данный момент нет. Наш объединение пассажиров обратилось с этой инициативой в правительство. И мы знаем, что данная программа сейчас готовится, Минпромторг с Минтрансом готовит как раз конкретные меры для поддержки. Мы понимаем, что сейчас, если это не сделать, то мы остановимся в каком-то 19 веке. Транспорт должен быть новой, современной, безопасной. И в том числе на автотранспортном средстве должно быть наличие Wi-Fi. Это уже необходимость. Ой, Wi-Fi, мне кажется, это последнее дело. Главное, чтобы они хотя бы целые были, непродуваемые. Да, ну зимой, конечно, в таких автобусах невозможно ездить. Мы постоянно это тестируем, ездят на транспорте. То есть мы непосредственно это видим. И, конечно, это ужасные условия, особенно, когда температура минус 25. У нас еще немножко другая момент. Нам потеплее, нам бы кондиционеры летом, чтобы прохладно было. Сегодня я попробовал проехаться, кондиционеры не работают ни в одном транспорте. Ну сейчас нормально, сейчас температура оптимальна. Вы в июле месяце попробуете проехать. Это уже совсем другой эффект. Давайте поговорим о маршрутах. Тем более, вы как-то акцентировали внимание, что отменяют маршруты некоторые. А я вот вспомнил почему-то случай, кажется, про электричку, когда стала делать остановку на какой-то станции, кажется, в Подмосковье, ради одной девочки, которая в школу должна добираться. Возможно ли продолжение таких историй? И вообще, насколько навстречу здесь идут перевозчики и пассажиры? На самом деле, это очень позитивная инициатива федеральной пассажирской компании, одна из дочерних предприятий РЖД, когда на северо-западе России девочке нужно было ездить в школу, они пошли на уступки. А в большинстве регионов мы видим следующий момент, когда закрывается единственный маршрут, связывающий населенный пункт, с магазином, с больницей, с администрацией района, где люди получают услуги, образование, может быть, получают. И люди просто остаются без любого транспортного сообщения. Они даже такси не могут вызвать, просто туда никто не едет. И, конечно, такие моменты нужно решать. И мы держим постоянно на контроле, в течение дня мониторим ситуацию, чтобы нигде не закрылся маршрут. Если маршруты закрываются, и было таких массой историй, мы оперативно реагируем, связываемся с органами власти, и они к нам говорят, что у перевозчика денег нет. Мы говорим, что... Она должна какие-то меры предпринимать, чтобы помочь перевозчику работать так. А так, чтобы оставить перевозчик один на один со своими проблемами, это тоже, наверное, неправильно, потому что страдают обычные люди от этого. Кстати, вам больше всего жало поступает на качество автобусов, вагонов или на изменения, связанные с маршрутами? Больше всего вопросов по транспортной доступности. Поэтому мы предложили создать некий общественный механизм, чтобы, как по примеру больницы, сейчас приняли закон, когда больница на селе закрывается, ее могут закрыть только при согласовании с общественной некой комиссией, которая создается, там эксперты, общественники и так далее. Такой же механизм мы планируем создать и в муниципалитетах по транспорту, потому что мы видим, что это очень острый момент, и люди иногда просто могут выходить на площади с плакатами, с митингами и так далее, потому что людей без исходности уже остается. Давайте поговорим о дебоширах. Я так понимаю, что вы выступили с предложением ввести черные списки для пассажиров на железной дороге и на автобусах дальнего следования. То есть у нас получается, что с самолетами мы уже более-менее разобрались, нам осталось теперь утихомирить пассажиров на ЖД-транспорте и автобусах? Эта мера, сразу оговорюсь, она не направлена на людей, которые ездят на транспорте, которые соблюдают все законы, которые оплачиваются в свои услуги. Но именно от этих людей, которые законопослушны, поступают нам просьбы. Вмешайтесь в этот вопрос. Мы едем из города в город Б, условно говоря, и пассажир начинает дебоширить, начинает драться, приставать к пассажирам. Это, конечно же, ненормально. И таких людей можно утихомирить административными мерами, какой-то штраф ему выписать, либо, соответственно, просто пригрозить условным пальцем и не продавать билеты конкретному пассажиру на конкретный рейс. Но, конечно, здесь люди говорят, что возможно ограничение прав и свобод человека по конституции. Но мы в той же мере видим, как это в авиации сейчас будет работать. Угрозы жизни там может быть и 200 пассажирам, сотни пассажирам. Поэтому, конечно, такие действия надо пресекать прямо на корню. И поэтому сейчас система, которая позволяет продавать билеты по паспорту, могут это все ограничивать. То, что в декабре Путин подписал закон, позволяющий авиакомпаниям создавать черные списки пассажиров, он уже работает? Он будет работать с 1 июля, начнет работать 2018 года. Эти списки уже будут действовать. Сейчас авиакомпании подбивают эти списки, условно говоря. Они уже понимают, кто дебошир, а кто нет. И уже с 1 июля они рядом с пассажирами просто закроют возможности выезда. Но, опять же, остаются исключительные случаи, когда пассажир может выехать. Но вы за ужесточение? Мы, конечно, за ужесточение, потому что надо понимать, что один дебошир может привести к падению самолета, в котором будет находиться 500-600 человек. Это, конечно, очень опасно. Поэтому такие люди должны летать, и летать абсолютно спокойно. И не показывая свою самостоятельность. И было масса историй, когда избивали стюардесс, была черепно-мозговая у одной девушки. И это, конечно, тоже люди работают, выходят на работу, они не охранники. Они не обучались боевым искусствам. Поэтому, конечно, их тоже надо сберечь, сохранить. Но, прежде всего, это делается в интересах людей, которые добропорядочные и законопослушные. Наручники на борту допускаете для авиации? Ну, мы это не совсем поддержим. Мы считаем, что есть масса других способов утихомерить человека. Давайте поговорим о новости, которая вчера стала известна. Госдума разрешила продавать невозвратные билеты на поезда дальнего следования. Некоторых очень наша редакция возмутила эта информация. Нам просто многим не совсем понятно. Сейчас в авиации есть три категории билетов. Невозвратные без багажа – это самый дешевый тариф. Есть невозвратные с багажом, с фиксированной нормой. И есть возвратные. Конечно, возвратные самые дорогие. Как раз в ЖД-перевозах, конечно, масса вопросов по качеству работы. Но эта мера дает просто пассажиру выбрать. Купить возвратный билет, уже точно понимая, что может какая-то дата измениться. А если пассажир четко понимает, что дата не поменяется, он этот билет может купить невозвратный. Он сэкономит порядка 20% будет экономить денег. Конечно, для многих людей это возможность больше путешествовать. Но в той же мере, те моменты, которых пассажир может возвращать этот билет, мы считаем, что данный список неполный. И там необходимо внести дополнение, как мы сделали в авиации. Там сейчас невозвратные билеты. Можно вернуть, когда родственник близкий погиб, к сожалению, либо заболел тот человек, с которым ты решил ехать. А мы выступаем за то, что можно возвращать билет, даже если родственник заболел, но он и не планировал лететь с тобой. Потому что мы видим, когда заболевает сын, дочь и так далее, мама взрослая, и не с кем просто оставить. Это такая социальная миссия. И здесь, мне кажется, авиакомпании, вот сейчас закон уже внесли наш, в первом чтении, я думаю, что он будет принят. А ко второму уже... Я так понимаю, что многие пассажиры просто не знают всех этих тонкостей. Тонкостей, конечно, не знают. Это все нужно разбираться. И мы в этом ключе планируем создать кодекс пассажира, объединив все нормативные акты. Потому что их очень много. На каждом виде транспорта все отдельно, обязанности, права. Планируем сделать такую электронную версию, чтобы людям просто было удобно. На смартфоне все открыть. Ну и как выяснилось, многие пассажиры даже не знают свои права. Конечно. Мы вот подготовили небольшой дайджест права пассажиров, о которых они не знают. Давайте посмотрим и, может быть, обсудим, если есть что. На поезде дальнего следования можно сделать остановку в пути до 10 суток, а билет продлить. Можно также выехать раньше времени, которое указано в билете, но если есть свободные места. Если вам не смогли предоставить в точности то место, которое указано в билете, вам могут предложить другое. Если предложенные варианты не устроят, можно уехать другим поездом или сдать билет, получив за него полную стоимость. В поезде пассажир может зарядить мобильный телефон без доплат. Можно попросить проводника разбудить в назначенное время. О прибытии на станцию назначения проводник сообщает за час, причем его можно попросить предупредить в другое время. Известно, что нормы бесплатного провоза багажа в самолетах суммируются, если одним рейсом следует семья. Но не все знают, что такое же правило распространяется и просто на компании, которые едут вместе в путешествия или в командировку. Если вы успели вернуть билет на междугородний автобус минимум за 2 часа до отправления, вы получите 95% стоимости. А если позднее, но автобус еще не уехал – 85%. Если пассажир опоздал на автобус в течение 3 часов после отправления, он может вернуть 75% или оформить новый билет на другое время с доплатой 15%. Вернуть билет в кассу и получить полную стоимость проезда можно в случаях, если автобус задерживается дольше часа или пассажиру не предоставили указанное в билете место, а на замену он не согласен. Тем, кто пользуется такси, полезно знать, что водитель не просто может, а обязан выбрать кратчайший маршрут, если, конечно, на этот счет нет указаний пассажира. Я так понимаю, что это верхушка айсберга тех прав, о которых не знают пассажиры. Очень такая. Лайтовый вариант. На самом деле прав очень много. И даже та мера, которую вы сейчас в последний сюжет показали про такси, возможность такси страховать пассажиров, это новая достаточно новелла, потому что пассажиры ездили, получали травмы, никто это не компенсировал. Сейчас такси как раз, пассажиры тоже должны об этом знать, страхуют угрозу жизни и каким-то повреждениям на 2 миллиона рублей. То есть любой пассажир должен понимать, что если получает какую-то травму, попадает в ДТП, 2 миллиона перевозчик, в частности, мы говорим про агрегатор такси Яндекс.Такси, они эту компенсацию выплачивают. Илья, еще один момент, у нас меньше минуты остается, который хотел обсудить с вами. Культура обслуживания. Мне кажется, что-то изменилось за последнее время. Я довольно часто езжу в трамваях, в общественном транспорте, в другом. Как-то отношение к пассажирам меняется, согласны, нет? И вообще у нас есть куда расти еще дальше? Культура поменялась, но, конечно, есть куда расти. И в целом мы выступаем за то, чтобы культура прививалась не работой людей, а качеством транспорта. Как раз будет новый транспорт, будет более хорошее настроение у пассажиров ездить на нем. Ну, вы еще совсем коротко, ситуацию в Краснодарском крае с общественным транспортом. Вы как оцениваете? На оценку 4 с минусом. 4 с минусом. То есть мы надеемся, что минус скоро в плюсе превратится? Надеюсь, но для этого необходимо работать. Очень серьезно. Спасибо, спасибо огромное. У нас в студии был заместитель председателя общероссийского объединения пассажиров, член общественного совета федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Илья Зотов, привет. Еще раз спасибо большое, что к нам пришли. Продолжаем телевизионный эфир. 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 Продолжаем телевизионный эфир.